В связи с приближающимся праздником Пасхи мы попросили протеерея Игоря Фельдновского сказать несколько слов нашим телезрителям. Последние дни Великого Поста, последняя неделя Великого Поста называется Страстной Седмицей. В Страстную Седмицу верующие входят в воскресенье вечером после праздника входа Господня в Иерусалим, который еще называется Вербное Воскресенье. Каждый день Страстной Седмицы наполнен особым смыслом. И в литургической, в церковной традиции каждый из этих дней называется Великим. Великий Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда, Великий Четверг, Великая Пятница и Великая Суббота. Каждый из этих дней посвящен последним дням земной жизни Иисуса Христа. Эти дни особо церковной скорби, поэтому все церковные облачения, одежды священнослужителей, исполнены траурного цвета. Интересно, что в некоторых монастырях и в некоторых храмах существует даже традиция в дни Святой Седмицы облачаться в облачение красного цвета, пурпурного цвета, то есть воспоминания о пролитой крови Христа. Но обычно во всех церковных храмах мы видим с вами черные или темно-фиолетовые облачения. Это знак с одной стороны траура, но с другой стороны надежды, надежды на будущее Христового Воскресения. День, первый день Великой Седмицы, первый день Страстной Седмицы, день Великого Понедельника. Этот день посвящен воспоминанию одного из евангельских событий, истории Иосифа Прекрасного. Иосиф, который был продан своими братьями в Египет в рабство, сумел не только выжить в этом рабстве, но и достичь очень высоких государственных высот. Это некий образ того, как Христос был предан окружающими Его людьми и одним из самых близких учеников, но после этого предательства, распятия и смерти Он воскрес. В этот же день мы вспоминаем притчу о том, как Господь проклинает смоковницу, которая не имела никаких плодов. Это образ нашей духовной жизни, когда мы за листвой нашей суеты, наших бытовых дел не имеем в себе ничего духовного, если мы глядим на себя очень внимательно. И вот то проклятие, которое было предано смоковнице, это как бы было грозное предостережение не только книжникам и фарисеям, не только тем людям, которые кичили своими духовными знаниями, но по сути не делали ничего доброго в своей жизни. Это очень грозное предостережение и всем нам. Мы можем с вами благочестиво исполнять все предписания и ритуалы церкви, считать себя православными верующими, но при этом, по сути, не делать ничего доброго и светлого тем людям, которые нас окружают. День Великого Вторника. В этот день опять мы вспоминаем многие из евангельских притч. Притчу о талантах, притчу о десяти девах, разумных и неразумных, притчу о страшном суде. Все эти притчи были посвящены конкретно обличениями тех людей, которые были рядом со Христом. Книжники, фарисеи – это были учителя еврейского народа того времени, которые, как я уже сказал, кичились своими духовными знаниями, но по сути не делали и не давали людям почувствовать ничего доброго. Но в жизни каждого христианина мы должны понимать, что все, что сказано в Евангелии, имеет не только историческое значение, но и значение личностное для всех нас. И хотя, казалось бы, две тысячи лет назад эти притчи прежде всего были отнесены к тому времени и к тем событиям, они отнесены по-прежнему и ко всем нам. Потому что так же и мы можем кичиться нашими знаниями, нашим положением, социальным или семейным, но по сути мы не можем дать тем людям, которые нас окружают, ничего из того, что они ждут от нас. Прежде всего, тепла, любви и надежды. Об этом Христос говорил не только книжникам и фарисеям, Он говорит каждому из нас. День Великой Среды. В этот день мы вспоминаем то, как женщина-грешница помазала миром и отерла своими волосами ноги Спасителя. Это было предчувствие, это был образ грядущего его распятия и образ опять-таки грядущего его воскресения. В этот же день Иуда в своем сердце принимает решение о предательстве Христа. Это день скорби и в то же время всегда день надежды, как и всякое церковное богослужение, даже в печальные дни Страстной Седмицы. В этот день последний раз читается молитва святого Ефрема Сирина. Это молитва, которая, по сути, содержит в себе все богословие, все философию Великого Поста. Мы входим с вами в Великий Четверг, один из центральных дней Страстной Седмицы. В этот день Церковь вспоминает несколько очень важных событий для нашей духовной жизни. Прежде всего, это Тайные Вечера. Тайные Вечера, на который Христос со своими учениками установил Таинство Евхаристии, Таинство Причастия, Таинство Благодарения, Таинство Пресуществления Вина и Хлеба в Тело и Кровь Христова. В этот день во всех храмах совершается Божественная Литургия, за которую все верующие стремятся причаститься для того, чтобы вспомнить именно этот особый день, уникальный день в истории нашей церковной жизни установления Таинства Евхаристии, Таинства Причастия. В этот же день мы вспоминаем омовение ног, которое совершил Иисус Христос своим ученикам. В кафедральных соборах, где служат епископы, всегда бывает Божественная Литургия, после которой епископ омывает ноги двенадцати священникам. Повторение того события, которое совершилось две тысячи лет назад, когда Христос омыл ноги своим ученикам, показав свою Божественную Любовь и предельное смирение. В этот же день мы вспоминаем с вами моление в Гефсиманском саду и предательство Иуды. День Великого Четверга – особый день в жизни церкви. Установленное Таинство Евхаристия является центром, является солнцем нашей христианской жизни. Мы не можем с вами быть христианами, если мы регулярно не причащаемся к святых христовых тайн, если мы не получаем энергию от Христа для того, чтобы мы могли жить, творить в этом мире. Таинство Евхаристия явилось тем центром, вокруг которого была образована Церковь, потому что Таинство Евхаристия – это всегда воспоминание Его воскресения, Его воскресения, которого мы ожидаем во время Страстной Седмицы. И в этот день я хотел бы призвать всех верующих наших телезрителей постараться прийти в храм для того, чтобы не только вспомнить события двухтысячелетней давности, но почувствовать себя прежде всего теми учениками, которыми мы по сути и являемся. Ведь в крещении каждый из нас становится учеником Христовым, становится по мере наших сил апостолом в этой жизни. Можем ли мы нести это призвание или не можем – это другой вопрос. Но День Великого Четверга возвращает нас к нашему первоначальному христианскому призванию. Поэтому он так важен в нашей духовной жизни. Можем ли мы нести это призвание? Звучит песня. 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 Звучит песня.